Привет всем Звёздным Войнам Галактики и сегодня мы с вами наконец-то поговорим о девятом эпизоде Звёздных Войн в открытую, со спойлерами и с разборами тех моментов, которые сразу же приходят на ум. Разобрать каждую, даже мельчайшую деталь фильма я думаю смысла особого нет, всё-таки даже несмотря на то, что части людей фильм понравился, часть наоборот от фильма совсем не в восторге, а части вовсе считают его худшим фильмом во всей саге. Хотя я лично с последними не согласен, всё-таки ничто не может переплюнуть в дерьмости пробуждения силы. И да, фильм, конечно, далеко не идеальный, хотя и не такой дрянной, каким бы он мог быть, одним из его недостатков можно назвать то, что он обладает большими сюжетными дырами, причём часть из них являются ещё отголосками сюжетных дыр седьмого и восьмого эпизодов, которые режиссёр по всей видимости спешно желал заделать гипсом и затем надёжно склеить скотчем, но как-то не очень получилось. Другие же дыры уже с проблемами взаимодействия с прошлыми двумя нелогичными фильмами франшизы связать не получится. Эти дыры абсолютно независимы, их пытаются заделать уже даже не скотчем, а просто поставив рядом роялей и посадив кустов, да побольше, да побольше. И как я уже говорил в некоторых моих видео ранее, я в принципе не против самого концепта роялей в кустах, всё-таки даже древние греки использовали данный приём. У них в качестве генераторов роялей выступали олимпийские боги, а в Звёздных Войнах таким, так сказать, генератором совершенно случайных, но удачливых событий является сила. Так, к примеру, на мой взгляд, было вполне логичным, когда Палпатин начал спускать мощнейшие молнии силы, отключающие флот сопротивления и ставящие под угрозу всю их операцию. Всё-таки он как в старом, так и в принципе и в новом каноне был сильнейшим ситом за всю историю и, как мы знаем, в комиксе Тёмная Империя, к примеру, он и вовсе не то, что там отключал, а и вовсе выжигал целые флоты Новой Республики могуществом силы, искажая само время и пространство. Кстати, если дальше продолжать тему молнии силы, то я лично очень ждал того, чтобы Рей хотя бы немного поорудовала бы молниями силы осознанно, как её орудием в борьбе со злом. И да, её атака и уничтожение Транспортника Первого Ордена всплеском мощнейшей энергии было проявлением её внутреннего зла. Но, как говорил один из ключевых учеников и друзей Люка Скайуокера из Старого Канона, Кайл Катарн в способности силы это всего лишь инструмент и только сам пользователь силы решает, будут ли они использованы во зло или в добро. Тот же Пло Кун в Старом Каноне вполне использовал молнию во имя добра. Равно как и сам Люк Скайуокер, который и вовсе использовал молнию как оружие куда более гуманное, чем бластер. Ведь выстрелы бластера по самой своей природе сжигают плоть, причиняют огромную боль, а в некоторых случаях разрывают врага на мелкие кусочки. А молния силы в руках опытного джедая убивает быстро и безболезненно. Когда Рей надела белый капюшон и взяла два меча, я уже было обрадовался, думала она как Гален Марик из игры сил необузданная будет плавить ситских штурмовиков и рыцарей Рен направо и налево, вовсю используя необузданную мощь своих способностей и силы, но нет. А, и кстати, раз уж мы упомянули бластеры, то у меня возникает вопрос, почему они тут опять стали столь слабыми? Как мы помним, в 4 эпизоде Звёздных Войн выстрел из бластера разрывал бетон, а в Войнах Клонов одним выстрелом бластера можно было убить клона в полном боевом обмундировании, да даже в 8 эпизоде маленький и милый бластер Рей вполне мог разрушать дома. И если в 6 эпизоде Слабость бластеров против главных героев можно было объяснить тем, что Палпатин специально приказал своим солдатам на Эндере действовать наименее эффективно, то тут даже никакой теории придумать не удастся. Бластеры снова просто показали слабенькими игрушками. Особенно в данном случае меня рассмешил момент, когда генерал Хакс попросил выстрелить ему в плечо. Да в той же трилогии Трауна ему бы этим выстрелом снесло бы половину этого самого плеча, да. Правда тут ещё нужно было бы указать, что сама идея того, что он этой раной кого-нибудь смог бы обмануть была абсурдной, ну да ладно. Другим проявлением силы в фильме можно было бы назвать то, как группа главных героев нашла и корабль родителей Рей и клинок Карту на одном маленьком участке местности, где-то в пустынях Пассааны. И да, во вселенной Звёздных войн уже не раз бывало, когда Хансоло, к примеру, выживал перелёт через астероидное поле, где вероятность смерти была миллион к одному, и экспедицию в ледяные пустоши Хота. Но, блин, что-то слишком как-то много совпадений на квадратный километр, вам не кажется? По фильму таких моментов немало и большинство из них, мне скажу прямо, были не по нраву, опять же возьмём факт того, как на флагманском корабле Первого Ордена никто не стал стрелять по повстанцам из крупнокалиберных бластеров, а вывел на перехват этих горе-кавалеристов лишь отряд пехотинцев. И это ещё не говоря о том, что Финн по счастливой случайности знал, какие тут можно провести манипуляции, чтобы захватить одну из туррелей и уничтожить мостик огромного флагмана прямо с борта этого самого флагмана. Мне лично и в шестом эпизоде этот момент с уничтожением огромного корабля попаданием в его мостик не нравился, но тут это и вовсе было доведено до абсурда. Ну да, конечно, стоит отдать должное, были и такие моменты, где удачные совпадения были логичными. Это, к примеру, то, что старая подруга Подемерна решила пощадить группу повстанцев, а затем и вовсе решила дать им свой пропуск. Такое в жизни действительно бывает, хотя и очень редко, но бывает. С другой стороны, что её пропуск вполне возможно, что был чипированным и что Первому Ордену не составило бы никаких проблем поставить этих ребят на контроль. Ну да ладно, не будем углубляться столь далеко. А вот что можно назвать полнейшим отсутствием логики, так это то, каким блин образом Рэй использовала блин клинок, а точнее какой-то кривой штангенциркуль, выдвигающийся из клинка в качестве карты, которая помогла ей ориентироваться среди осколков Звезды Смерти. Что? Что? Признаться честно, за долгие годы просмотра фильмов и сериалов, а также чтение комиксов и книг от самых разных авторов, такой бред я вижу впервые. Многие ошибки сценария, совершённые при создании этого фильма, были совершены, скорее всего, либо из-за спешки, либо из-за попыток уместить контент двух фильмов, сразу восьмого и девятого эпизода в один девятый, с целью компенсировать пустоту непосредственно восьмого эпизода. Но ЭТО ОШИБКА, это просто шедо… щит… щит эндевр… щит… this is shit. Я просто не понимаю, зачем это нужно было вводить в фильм. Кстати, ещё одной не совсем логичной деталью в этом отрывке было то, зачем Рэй угнала Спидер, не предупредив своих компаньонов, но блин, использовать кривой штангенциркуль в виде карты, это то же самое, что использовать рисунок первоклассника как компас. Это просто абсурд, это… это выше всякого понимания. Да, эта деталь лично для меня затмевает все другие недостатки фильма. И да, ещё раз хочу высказаться, что некоторые моменты в фильме мне понравились. То же принятие Рэй наследия Скайуокеров, на мой взгляд, было хорошим решением. Буквально пару недель назад я говорил о том, как один джедай, переживший приказ 66, стал Мандалорцем и вступил в клан Скирата, ставший ему второй семьёй. Да и вообще, там было несколько сюжетных моментов, которые мне понравились, но которые я сейчас сходу назвать не могу. Но вот что мне действительно понравилось в фильме, так это обилие отсылок, а также невероятно красивые визуалы. Да, я знаю, что различные новостные издания, да и вообще массовая культура учит нас давать фильму какую-то общую, усреднённую оценку и, учитывая огромные дыры в сюжете, многие захотят поставить фильму общей оценкой тройку, двойку или даже единицы из пяти баллов, но, на мой взгляд, это было бы слишком поверхностным решением. Действительно, за сюжет, за его полную хаотичность, за обилие сюжетных дыр негативную оценку поставить можно, но вот за проработанность окружения, за его красоту и желание погрузиться в этот мир, мне кажется, стоит выделить отдельную категорию оценки и в ней дать фильму статус положительный. Тут я, конечно же, говорю о красоте планет, появлявшихся в фильме об их обитателях, а также о невероятно атмосферной планете, где скрывался Палпатин, вобравший в себя всё лучшее из малакоров, старого и нового канонов. Если кто-то не знает, малакор – это планета, на которой в прошлом произошла масштабная катастрофа, что привело к перерождению двух величайших джедая Исита своей эпохи – Митры Сурик и Дарта Нихилуса. Уже представляю, как круто было бы проводить ролёвки в таком вот сеттинге, причём в данном случае я веду речь как о ролёвках в реальной жизни, о настолках, к примеру, так и о создании ролевых игр или даже модов на другие игры, вроде Гаррис Мода. Если же говорить об ощущениях от фильма в целом, то они смешанные, ибо они представляют из себя с одной стороны эйфорию от того, что многие из наших теорий по поводу Палпатина и Рэй подтвердились, а также от обилия сочных и красочных битв и локаций, в которых они происходят, и использования мощных способностей силы, причём не только разрушающих, но и созидающих, Борис Софи была бы в восторге. А с другой стороны, после небольшого обдумывания становится понятно, что практически всё, что нам нравится в этом фильме, было добавлено в последний момент, лишь ради фансервиса. Но стоит лишь убрать фансервис, стоит лишь убрать все отсылки к трилогии Трауна, комиксу Тёмная Империя, а также к книжной трилогии о Дарте Бэйне и местами к силе не обузданной, как фильм оказывается пустым, проходным, он оказывается гильзой без пороха. Да, его уже можно смотреть и в отличие от седьмого и восьмого эпизода, я даже может быть когда-нибудь его пересмотрю, скажем, в старости, дабы вспомнить былое, но всё равно этого недостаточно, чтобы назвать фильм достойным окончанием трилогии, да и вообще всей саги в целом. К этому фильму у меня в принципе такие же претензии, какие у меня были бы к шестому эпизоду Звёздных войн, если бы тот вышел в этом году, много хорошего, но много и плохого. С одной стороны, сюжет можно было бы сделать очень и очень интересным и проблески этого самого интересного сюжета нащупываются, но с другой стороны очевидно, что создателям просто не хватило времени проработать сюжет до конца, по сути, фильм стал жертвой конвейерного подхода к созданию фильма, который доминирует в наше время. Тут мне бы даже хотелось привести примерную цитату Джорджа Лукаса, который дал её в одном из своих интервью. В том интервью он говорил примерно о том, как он порой завидовал советским режиссёрам в той свободе, которая была предоставлена им в съёмках фантастических фильмов, вследствие чего те и получались столь интересными. Ведь у создателя не было стремления сделать продукт как можно быстрее с целью продажи его максимальному количеству людей, а просто было желание сделать качественный продукт киноиндустрии, который бы запомнился на десятилетия, а может быть и даже на столетия вперёд. Впрочем, не буду углубляться в этот вопрос глубже, а то тут и до ухода в политику недалеко, а просто кратко подытожу своё мнение. Фильм «Скайуокер. Восход» — это далеко не лучше из того, что могло случиться. Да, я ожидал, что будет намного хуже, но вместе с тем я надеялся, что будет намного лучше, а в результате, как мы видим, всё оказалось посередине — ни рыба, ни мясо. Ну а что на твой взгляд? Что ты думаешь о фильме? В этот раз обзор спойлерный, так что можешь не стесняться выложить свои мысли в секции комментариев, а также вступать в цивилизованные дискуссии с другими зрителями, естественно без оскорблений. Спасибо за просмотр, дамы и господа, желаю вам доброго Рождества и счастливого Нового Года и, как говорили древние, позвольте силе идти с вами всегда! Субтитры создавал DimaTorzok